что можно сказать то что немножко мы психологически такой в яме находились потому что пропала игра которую мы наигрывали на сборах когда у нас она немного получалась там есть свои нюансы потому что в том плане то что там первая игра это был ураганный ветер то есть там по сути так сложно там что-то комбинировать вторая игра это сплошные удаления все время отыгрывались тоже такая близкая к сумбуру ну а на выезде две игры провели на таких не очень качественных полях где тоже футболом тяжело назвать то что мы там играли что одни команды что вторые поэтому задача была найти этот момент нашу игру определенные какие-то тактические взаимодействия в атаке чтобы более целостный какой-то был рисунок но тут понятно что столкнулись с определенными сложностями соперник первом тайме компактно оборонялся на своей половине поля держали большое количество игроков было сложно их вскрыть естественно нужно было использовать там любой маломальский момент для реализации чтобы повести в счете чтобы соперник немножко начал раскрываться тяжело далось это реализация опять же именно в психологии потому что давно не забивали то есть большого количества голов там с этим связано такой невразительный как бы результат в первом тайме но втором еще понятно что тут второй пенальти нам помог ну а дальше после счета 2 0 там 3 4 там можно было бы и больше забить но в целом я в принципе рад то что все таки мы почувствовали игру и думаю что в дальнейшем хуже не должно быть будем только прибавлять вопрос к нашли да все таки потому что где-то после этого 70 минут появились более-менее момент сыгры владения было очень много мячом но восстановлено было дождь верное замечание опять же тут есть момент такой когда соперник очень компактная и большей численности большой обороняется есть возможность потери мяча и и в общем опасность атаки быстро и ответные соперников то есть это самое как бы страшное в этой игре когда ты постоянно контролируешь мяч поэтому страховались все немножко где-то рискованных передач не давали из-за этого мало создавалась именно остроты в атаке но понятно что когда уже счет стал 3-0 и естественно где-то стали больше рисковать где-то бегать где-то подстраиваться и плюс этот гири с ног свалились и поэтому какая-то легкость определенная появилась на в конце игры но единственный момент конечно не понравилось то что мы пропустили все-таки малейшее расслабление и всегда один гол как камень на сердце остается после того что в принципе не должны были пропускать еще раз говорю в принципе ребята молодцы то что это постепенно нашли свою игру заставили соперника там ошибаться будем надеяться что дальше будет лучше как считаете насколько вообще стоит ставить комбинационную кучу футбол на востоке учитывая что у нас здесь ураганы то вот вы огороды полу половина команд если не больше если эту игру показывать иногда невозможно просто из-за условий которых играть в принципе сейчас как тяжело так мне сказать ну а в другой футбол в принципе я не представляю как то вообще возможно то есть моя концепция в контроль мяча да у нас было не получается я не спорю когда соперник там перекрывается естественно нам легче когда есть пространство потому что есть быстрый там у нас там инсайды то есть тут же там горгоев тоже который может индивидуально там обыграть есть полузащитники центральные которые могут отдать эту передачу есть фланговые защитники которые нужно включить это нужно пространство просто подваливать на центрального нападающего и бежать подбирать во первых у нас нет такого габаритного форварда который был просто по 190 который вы мечети сбрасывал там влево вправо и мы могли дальше играть то есть тут в связи с этим ну а самое главное еще раз говорю во всех командах которых я там работал я стараюсь именно выстраивать игру именно на контроле ничего получается я не спорю так мы будем продолжать действовать